Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 38 800 рублей – средняя зарплата учителей в Кировской области. Цифру во время встречи с главными редакторами СМИ группы компании «Инмедиа» назвала зампредобластного правительства Светлана Шумайлова. При этом она уточнила, что складывается такая зарплата за счет того, что многие педагоги работают не на одной ставке. В среднем это 1,4 ставки. Если же ориентироваться на одну, то по прогнозу за 2023 год цифра будет 35 500 в месяц, сказала Шумайлова и добавила, что с 1 сентября для некоторых категорий педработников планируется повышение зарплаты. Прошлое, напомню, было в начале года. Более 11 миллиардов рублей за полгода получили местные бюджеты в Кировской области. Основная часть денег – это средства областного бюджета. Около 2 миллиардов рублей из федерального. Более половины перечисленных денег, почти 6 миллиардов, направлены на выплату зарплаты работникам школ, детсадов, а также учреждений культуры и дополнительного образования. 1 миллиард пошел на муниципальную дорожную сеть. 430 миллионов – на рекультивацию свалок. 245 – на питание учеников начальных классов и детей военнослужащих. 124 – на строительство катков и поддержку детско-юношеского спорта. Также деньги были направлены на обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот, поддержку учреждений культуры, приведение школ в соответствии с предписаниями надзорных органов и т.д. Около полутора миллионов рублей, направленных в муниципалитеты, не имели целевого назначения. Только 5% кировчан не испытывают на работе стресс. При этом треть жителей города оценивают свой уровень стресса на рабочем месте как высокий или очень высокий. Таковы результаты исследования, сделанного экспертами сервиса «Суперджоп». Пятая часть кировчан назвала свой уровень стресса на работе средним – четверть низким и очень низким. При этом те, кто любит свое дело, ежедневный уровень стресса оценили в среднем на 2,5 балла. А на нелюбимой работе этот показатель составляет почти 4 балла. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика»